МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 30 тысяч пенсионеров и бюджетников в Гагаузии, утверждает башкан автономии Евгения Гуцу. Мусоровоз едва не упал с моста на улице Измаильской в столице. Момент аварии попал на камеры наблюдения. Почта с запахом нафталина. Многие почтовые отделения в селах по стране выглядят словно после войны. Плачевную картину заснял 5 канал. Об этом в нашем специальном репортаже. Совет по продвижению инвестиционных проектов национального значения оставил без лицензии еще один телеканал, 14-й по счету. Речь идет о канале Мега-ТВ. На заседании в среду 7 августа Совет постановил отозвать у него лицензию на телевещание и аудиовизуальные услуги. В документе говорится, что деятельность и проведенные сделки компании Риал-Радио, владеющие каналами Мега-ТВ и Фамилия, свидетельствуют о ее близости к группе Плохотнюка-Шора. Продюсер отдела новостей телеканала Мега-ТВ Виталий Пахомов назвал это решение злоупотреблением со стороны властей и давлением на свободу слова. Телеканал всегда соблюдал плюрализм мнений, заявил Пахомов. Мы всегда старались брать не то, что две, три точки зрения и взвешенную середину. И старались зрителям давать самим выбор, сделать вывод по какой-то определенному событию или новости. Это очередное давление на свободу слова. Не знаю, какой плюрализм останется тогда в обществе, откуда люди будут получать информацию, скажем так, несколько иную, чем бы хотели, может быть, власти. Поэтому очень обидно, что у нас происходит это в нашей стране. Многие говорят сейчас про режим Воронина, когда это было. Я работаю уже 30 лет. Могу сказать, что такого давления на прессу не было никогда. Напомним, что за последние полтора года власти Республики Молдова под различными предлогами приостановили или отозвали лицензию 13 телевизионных каналов, а также закрыли более 50 порталов и новостных сайтов. Восемь ассоциаций действующих в области СМИ заявили, что подобные правовые механизмы, предполагающие приостановление действия лицензий телеканалов или радиостанций в отсутствие решения суда, ранее были признаны неконституционными. Закрытие телеканалов осудили многие неправительственные организации. В конце 2023 года Молдова опустилась на три позиции в рейтинге «Свободы прессы», составляемом Международной организацией «Репортеры без границ». А эксперты заявили, что власти воспользовались чрезвычайным положением, объявленным в связи с войной в Украине, чтобы приостановить вещание целого ряда телеканалов перед выборами 2023 года без представления убедительных причин этого решения. Многие юристы и лидеры общественного мнения раскритиковали решение Совета по продвижению инвестиционных проектов о приостановке действия лицензий на вещание телеканала Мега-ТВ. Они назвали этот шаг ожидаемым, поскольку, по их мнению, в преддверии выборов власти хотят ликвидировать все нелояльные им СМИ. Знаете, меня это совсем не удивило. Это было предсказуемо, и это должно было случиться. Для меня ожидаемо. Не думаю, что это единственный телеканал, который будет закрыт, потому что все, что не совпадает с идеологией, навязанной через закон, установленный законом, все, что не совпадает с идеологией ПДС в Республике Молдова, будет закрыто. Следовательно, в Республике Молдова тотальная диктатура. Если такая власть ведет нас в Европу, а в Европе тоже, что делают они, то я не хочу такой Европы. Я не хочу такой Европы. Юрист Юрий Мэрджиняну говорит, что борьба за восстановление справедливости в отношении уже закрытых СМИ тщетна, поскольку судебная система практически захвачена властью. Они не найдут справедливости в наших национальных судах, потому что судьи или третья власть в государстве захвачены. Вообще все государство Республика Молдова захвачено ПДС. Их идеологией установлены законом. Разве до сих пор непонятно? Захват государства начался с ареста генпрокурора. По всем лицензиям будут суды. Но где? В этом специализированном суде, где уже есть лояльные судьи. Как вы думаете, выиграет хоть один канал дело по поводу незаконной приостановки незаконными институтами? Нет. А прокуратура как-то реагирует? Нет. Почему? Потому что ее захватили. Вся захвачена. У нас больше нет телеканалов. Осталась пара, и это каналы, служащие правящей партии. Социолог и политический аналитик Анлис Невский также считает, что действия властей – это подавление всего, что связано со средствами массовой информации, которые позволяют себе критиковать действующую власть и в преддверии выборов портят ее имидж в обществе. Это связано с приближающимися выборами и скорее с тем, что у оппозиции обычно была возможность выйти к избирателям посредством телевидения. Правящая партия, не знаю почему, делает все возможное, чтобы доверие телевидению было снижено. Два месяца назад, если не ошибаюсь, было на 10%. Такими методами оппозиция практически остается без рычагов влияния. Те телеканалы, что остались, доверия к ним практически нет. Эффект от теледебатов теперь будет нулевым. Единственная возможность – ездить по территориям, то есть на административные ресурсы. Правящая партия и ее кандидат скорее будут использовать административный ресурс. Стратегия гораздо более глубока, и расчеты были сделаны совершенно другими целями – ограничить выход оппозиции гражданам. У оппозиции остались такие ресурсы, как Телеграм и ТикТок, потому что Фейсбук управляется через Мета и Инстаграм. В таких условиях у нас фактически 80% населения будет лишено общения с кандидатами. Избирательная кампания разрешена лишь в течение одного месяца, в течение которого нужно четко объяснить, почему нужно голосовать за вас, и объяснить, что означает этот референдум, что практически невозможно. Так что борьба будет практически неравной. Напомним, что ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кабахидзе говорил о Молдове как о негативном примере с точки зрения прав и свобод. Известный своей осторожной позиции по отношению к Западу и как лидер, обвиняющий европейские страны и США в попытках втянуть Грузию в российско-украинский конфликт, он призвал западных партнеров обратить внимание на то, что происходит в Молдове в плане демократии. За последнее время в Молдове было закрыто около десяти телеканалов. Политический плюрализм там ограничен, заявил Кабахидзе на пресс-конференции. Центральные власти, а именно офис государственной канцелярии в Камрате, пытаются через суд отменить соглашение между гагаузскими властями и российским промсвязьбанком, благодаря которому более 30 тысяч пенсионеров и бюджетников автономии получают ежемесячные выплаты в размере 2000 леев. Об этом сообщила башкан Гагаузи Евгения Гуцул в своем телеграм-канале. Она расценила иск государственной канцелярии как очередную попытку молдавских властей заблокировать работу исполнительного комитета и народного собрания и прямое вмешательство в работу гагаузских властей. Желание молдавских властей задушить нашу уникальную социальную программу объяснимо. В Гагаузии внешняя помощь, вся до последней копейки, распределяется между нуждающимися, минуя карманы министров и без оплаты услуг посреднических компаний, гонораров, всевозможных экспертов и аудиторов. Жители всей страны внимательно следят за автономией и начинают задавать властям неудобные вопросы, а куда тратятся те колоссальные средства, которые, если верить СМИ, регулярно выделяет Молдове Европейский Союз, подчеркнула Евгения Гуцул. Она также написала, что за четыре года правительство ничего не сделало для пенсионеров, а только увеличило зарплаты министрам и брало кредиты, в отличие от властей Гагаузии, которые привлекают средства партнеров по развитию для улучшения жизни десятков семей в автономии. Пресс-секретарь правительства Даниэл Воды заявил, что офис государственной канцелярии в Камрате начал проверку законности некоторых документов, выданных местными властями на предмет соответствия или несоответствия положениям законодательства. Даниэл Воды также добавил, что правительство отвергает обвинение Башкана об умышленном блокировании помощи пенсионерам в размере 2000 леев и вмешательстве в работу исполнительного комитета и Народного собрания Гагаузии. Отметим, что с апреля этого года в Гагаузии, Тараклии и Аргеевском районе действует программа надбавок для пенсионеров и бюджетников в размере 2000 леев. Число бенефициаров продолжает расти, помощь оказывается регулярно. Проект должен был стартовать в октябре прошлого года, но из-за того, что центральные власти Кишинева заблокировали счет, на котором уже были средства, начать выплаты удалось только в этом году. Молодые активисты оппозиционного блока «Победа» провели в пятницу акцию протеста у здания Центральной избирательной комиссии. Сторонники политформирования выразили несогласие с отказом Центризбиркома регистрировать блок «Победа» на выборах и референдуме. Они потребовали отставки заместителя председателя комиссии Павла Постика. Пришедшие на протест считают, что ЦИК через Постику выполняет заказ властей и лишает людей права выбора. Это не что иное, как очередная попытка сделать эти выборы безальтернативными. Постика делает так, чтобы избирать Болонейского, чтобы единственным кандидатом оставалась Мара Санду. Но народ устал от нынешней власти. И мы будем требовать законности, транспарентности и настоящих демократических принципов, которые должны соблюдать Центральная избирательная комиссия. А господин Постика, к сожалению, превратил этот орган в спешку этой политической игры. Центральная избирательная комиссия благодаря действиям господина Постика полностью себя дискредитировала. Уже сейчас понятно, что ЦИК фальсифицирует выборы. Видно, как он избирательно применяет те или иные принципы, как не регистрирует кандидатов и не допускает их к участию в выборах. Центральная избирательная комиссия, органы уголовного преследования наказывают, преследуют оппозицию и не позволяют ей реализовывать конституционные права на выборы и участие в голосовании. Заместитель председателя Центра избиркома Павел Постика в интервью Пятому каналу категорически опроверг обвинение манифестанта в свой адрес. Он заявил, что не намерен подавать в отставку. «Я не собираюсь подавать заявление об отставке, ведь я не допускал абсолютно никаких нарушений, которые могли бы стать поводом для увольнения. Протест группы граждан, которые трактуют все или иные положения, иначе, чем это предусматривается законом, являются их решением». Напомним, на этой неделе Центр избирком отказал регистрировать Блок Победы в качестве конкурента на конституционном референдуме и президентских выборах. Это объяснили тем, что название Блока идентично названию партии «Виктория Победа». Юрист политического Блока Победы Адриан Кожакару назвал решение ЦИК незаконным и сообщил о намерении обжаловать его в суде. Партии, входящие в Блок Победы, призывают граждан прийти на референдум и проголосовать против внесения изменений в Конституцию с целью вступления в Европейский Союз. Референдум об изменении Конституции и президентские выборы пройдут в один день, 20 октября. Оппозиция и ряд экспертов резко раскритиковали решение провести два избирательных процесса одновременно. Майя Санду мотивировала эту идею тем, что президентские выборы обеспечат большее количество участников плебисцита. Партия-коалиция за единство и благополучие выходит из избирательного блока вместе. Причиной стало несогласие с выдвижением кандидатуры Октавиана ЦИКу на выборах президента. Куб обвинил ЦИКу в политическом шантаже, послушании правящей ПДС и закулисных игр. Мы наблюдаем порочную практику, при которой важные решения принимаются под влиянием игроков, не входящих в блок. Куб решительно выступает против идеи неучастия в президентских выборах 2024 года внутри блока. Следует также отметить, что мы не согласны и не принимаем идею выдвижения кандидата, послушного нынешней власти и правительства монополистов в Молдове. Я имею в виду ПДС, партию действий «Солидарность». Игорь Мунтяну заявил о серьезных разногласиях в блоке вместе, который был создан всего четыре месяца назад. И отметил, что Куб оставляет за собой право поддержать того кандидата, которого хочет и которому симпатизирует. «Мы предпочитаем сохранять нашу политическую свободу без закулисных игр и влияния кругов, близких к нынешней власти», – заявил лидер партии Куб. В свою очередь Дина Планго, председатель партии «Платформа.да», которая также входит в блок вместе, комментируя поступок своих теперь уже бывших политических партнеров, назвал это детским садом. «Меня не выбирали кандидатом, я разозлился и ушел домой. Делать заявление из-за разочарования или нереализованных амбиций не самое удачное качество мужчины. В любом случае удачи», – цитирует Дина Планго, «Портал Трибуна». С заявлением выступил и Блок вместе, назвав решение партии Куб саботажем идеи единства и коалиции политических сил правоцентристского толка и отметив, что Ктавиан Цику был избран общим кандидатом в президенты от партии Блока на демократической основе и путем тайного голосования. Добавим, Блок вместе был создан в середине апреля, объявив своей главной задачей – способствовать европейской интеграции как национальной стратегической цели Республики Молдова. В его состав вошли партия перемен, партия «Платформа достоинства и правда», Куб или Коалиция за единство и благосостояние, а также Лига городов и сообществ. Мусоровоз, принадлежащий муниципальной службе, чуть не упал с моста в столице на улице Измаильской. От падения спецмашину спасли перила и лестница, ведущая под мост, где грузовик и застрял. Движение на этом участке дороги было остановлено, водители призвали его объезжать. Первые кадры с места происшествия появились в социальных сетях. Видео аварии разместили очевидцы. На место происшествия прибыла полиция, а также четыре экипажа спасателей Генерального спектурата по чрезвычайным ситуациям. Операция по поднятию упавшего грузовика проходила довольно трудно. В какой-то момент, когда, казалось, всё получилось, мусоровоз чуть не сорвался с крюков крана. В конце концов, машину успешно поставили на колёса. Обращение в службу 112 поступило в 12 часов 34 минуты. На место выехали четыре экипажа спасателей и пожарных. Речь идёт о разблокировке и эвакуации тяжёлой техники. Пожарным предстояло принять меры, чтобы не допустить возгорания из-за утечки топлива. В телеграм-канале Кишинёвской премьерии сообщало, что в момент происшествия грузовик весом 10 тонн был пуст. Движение четырёхавтобусных и трёхтроллейбусных маршрутов было прекращено. Примерно через два часа его восстановили. Пассажирам, находившимся в общественном транспорте, пришлось продолжить путь пешком. Люди были возмущены. Многие не хотели разговаривать с журналистами, а другие в троллейбусе. В столичной мэрии сообщили, что по предварительным данным авария произошла из-за того, что мусоровозу преградила путь другая машина. Водитель, стоявший на заправке, рассказал, что оператор ему сообщил со слов свидетелей ДТП, что всё произошло из-за такси. То есть, виновным может быть таксист? Да. Но его остановили? Знаете подробности? Нет, я не знаю. Мне рассказал оператор на заправке. Я ехал впереди мусоровоза. Когда подъехал к заправке, оператор спросил меня, знаю ли я, что произошло. Он рассказал, что говорил с двумя парнями, которые ехали за грузовиком, и те видели, как такси выехало на встречную полосу. Подрезал? Да, он свернул вправо, чтобы остановиться. Видно, что его занесло. Позже в телеграм-каналах появилось видео с моментом падения мусоровоза. В интернете также было выложено видео, на котором водитель и пассажир выбираются из кабины перевернувшегося грузовика. По данным ГИЧС, мужчине, который находился за рулём, потребовалась медицинская помощь. Во время работы по буксировке грузовика в целях обеспечения безопасности движение транспорта на Измаловском мосту остановили. Это вызвало недовольство не только у водителей, но и у пешеходов. Немного сложно, потому что мне нужно проехать к месту прямо за мостом. Надеемся, ситуация разрешится как можно скорее, а то уже где-то полчаса, а то и больше перекрыто. Наверное, надо просто изменить движение транспорта в Кишинёве. У нас слишком много машин. Зависимость от трёх мостов слишком большая. Я бы попросил обращать больше внимания. Нам всем надо быть очень внимательными. Из-за аварии в этой зоне образовалась большая пробка. Причину и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливают компетентные. Причину и обстоятельства. В пятницу перед судом предстал Георгий Катарабай, бывший полицейский, обвиняемый в жестоком убийстве Анны Марии, 19-летней беременной, которая была на шестом месяце беременности. По данным следствия, мужчина похитил ее в апреле на остановке в Аргеве, а затем изнасиловал и убил. Это первое судебное заседание после того, как прокуратура направила дело в суд. Обвиняемый отказался общаться с журналистами. Вы признаете свою вину? В ходе заседания судья Аргеевского суда удовлетворили ходатайство прокуроров и продлили меру пресечения в отношении Георгия Катарабая на 30 суток. А адвокат обвиняемого просил суд предоставить дополнительный срок для представления списка доказательств защиты, сообщила пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Виалина Марару. Напомним, неделю назад в инстанцию было передано дело Георгия Катарабая, главного подозреваемого в убийстве 19-летней беременной. Ему грозит тюремное заключение на срок от 15 до 20 лет или пожизненное. Согласно судебно-медицинской экспертизе, подсудимый осознавал, совершаемые им действия и не страдает каким-либо хроническим психическим заболеванием или расстройством личности. По запросу прокуроров он по-прежнему находится под предварительным арестом. Катарабая обвиняют в том, что он обманным путем похитил жертву, ожидавшую транспорт в Аргеев, посадил ее на заднее сиденье автомобиля и привез к себе домой в Теленерский район, где изнасиловал, а затем и убил ударом по голове, после чего вывез тело в лесопосадку неподалеку. Прокуратура возбудила дело по факту умышленного убийства. 13 июня Катарабая также предъявили обвинение в изнасиловании после того, как подтвердили результаты анализа образцов биологического материала. Серьезное ДТП произошло в пятницу на трассе Р-6 в районе коммуны Ставчена, муниципе Кишинев. На место происшествия прибыли полиция, скорая помощь и пожарные. По данным полиции, микроавтобус марки «Мерседес», следовавший по маршруту Кишинев-Костешты, столкнулся с грузовиком, которым управлял 46-летний мужчина. От удара маршрутка перевернулась. В генинспекторате полиции сообщили, что пострадали четверо пассажиров, они были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. Другим трем пассажирам рейсового микроавтобуса помощь оказали на месте. На официальной странице генинспектората полиции в Фейсбуке сообщается, что оба водителя прошли проверку на алкоголь, а результат оказался отрицательным. Правоохранители начали расследование для установления всех обстоятельств происшествия. Уровень концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе для определения состояния опьянения водителей будет увеличен, а наказание за вождение под шофе будет ужесточено. Об этом сообщает генеральный инспекторат полиции. Поправки в законодательство, касающиеся методики тестирования на выявление алкоголя и медицинского освидетельствования, а также изменения в уголовный и административный кодексы, вступят в силу 7 сентября. Если сейчас минимальный уровень алкогольного опьянения составляет от 0,3 г на литр до 0,5 в крови или от 0,15 мг на литр до 0,30 в выдыхаемом воздухе, то в соответствии с изменениями 7 сентября эти показатели составят от 0,3 г на литр до 0,7 г на литр в крови или от 0,15 мг на литр до 0,35 мг на литр в выдыхаемом воздухе. Что касается состояния опьянения высокой степени, то если в настоящее время концентрация алкоголя может составлять от 0,5 в крови и 0,3 в выдыхаемом воздухе, то с 7 сентября она составит 0,7 г на литр в крови или 0,35 мг на литр в выдыхаемом воздухе, отмечает генинспекторат полиции. В то же время будет ужесточена ответственность за управление транспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Если сейчас Уголовный кодекс предусматривает наказание за пьяное вождение в виде общественных работ и лишения водительских прав, то с 7 сентября вводится штраф до 125 тысяч леев или лишение свободы на срок от 1 до 3 лет. В обоих случаях у нарушителей заберут водительские права. За отказ пройти тест на алкоголь или медицинское освидетельствование водителям грозит штраф до 150 тысяч леев или тюремное заключение до 4 лет в обоих случаях с лишением водительских прав. Если нарушение подпадает под административный кодекс, то вождение автомобиля в нетрезвом виде наказывается штрафом в размере до 50 тысяч леев или арестом на срок от 10 до 15 суток, в обоих случаях с лишением водительских прав на срок до 3 лет. Изменения внесены по инициативе МВД и Министерства здравоохранения. В проекте говорится, что их цель – предотвращение и борьба с употреблением алкоголя и запрещенных веществ, а также меры по обеспечению безопасности дорожного движения через профилактику и борьбу с такими случаями. Пятый канал обратился за комментарием в пресс-службу МВД, чтобы выяснить, на основании каких критериев было принято решение о допустимом повышении концентрации алкоголя в крови. Мы также хотели узнать, предусмотрены ли такие изменения в международном законодательстве. Пресс-секретарь ведомства Оливия Мельник сообщила нам, что министерство предоставит ответ позже. По данным полиции, за первые шесть месяцев этого года было зарегистрировано 896 ДТП, в которых погибли 84 человека и получили травмы 1093. При этом по вине нетрезвых водителей произошло 165 аварий, что более чем на 5% больше, чем за аналогичный период 2023. Следует отметить, что по данным некоторых сайтов автострахования, наиболее распространенный стандарт допустимого уровня алкоголя в Западной Европе составляет 0,5 промилле в крови. В большинстве стран Восточной Европы этот показатель ниже и не превышает 0,3 промилле в крови. Число молодых людей в Республике Молдова продолжает сокращаться. И этому есть два объяснения – падение рождаемости и миграция молдаван за границу. Причем у оттока есть четкая причина – молодежь покидает страну в поисках работы. Если в 2015 году в стране насчитывалось 867 тысяч граждан возрасте от 15 до 34 лет, то в этом году количество молодых людей будет на уровне 537 тысяч. Об этом говорится в недавнем исследовании, представленном экономическим аналитиком Идис Виторул Вячеславом Ионице. Экономист отмечает, что статистика за последние годы касается только молодежи, проживающей на территории Республики Молдова, не учитывая тех, кто живет на левом берегу Днестра и уже уехавших из страны. При этом данные за период с 1980 по 1995 годы включали молодежь из Приднестровского региона, а статистика за 1995-2015 годы была представлена с учетом числа молодых людей, уехавших за границу. Поскольку мы знаем, что у нас есть определенное количество молодежи, мы можем довольно четко оценить, сколько из них находится за рубежом. В 2014 году был 1 миллион 200 тысяч молодых людей. 893 тысячи находились в стране, а 309 тысяч за рубежом. Сегодня у нас примерно 925 тысяч молодых людей. Из них в стране 537 тысяч и за рубежом почти 390 тысяч. В целом число молодых людей неуклонно сокращается по той простой причине, что со временем рождаемость становится все меньше и меньше. Влияют две вещи. Рождаемость, которая все больше приводит к физическому сокращению числа молодых людей. В целом их стало меньше на 275 тысяч. И второй фактор, повлиявший на сокращение числа молодежи, заключается в том, что многие из них уехали за границу. Миграция молодежи за рубеж связана с тем, что они не могут найти работу на родине, считает экономический эксперт. Оптимистичная, на первый взгляд, статистика, опубликованная Национальным банком Молдовы, свидетельствующая о сокращении числа безработных молодых людей, на самом деле не внушает оптимизма и абсолютно не дает поводов для радости. Видите, мы опустились ниже 25%. Это самый низкий показатель с начала ведения учета. Разумеется, мне было интересно узнать, как снизилась доля тех, кто не имеет профессии. В чем же секрет? Для этого я сделал простую вещь. Взял данные за 4 квартал 2023 года и 1 квартал 2024 года и посмотрел, почему они снизились. Если мы внимательно посмотрим на раздел «Люди, которые имеют работу за границей» или собираются уехать работать за границу, то увидим здесь 18,5 тысяч, то есть половина из таких людей. Итак, сокращение числа молодых людей, не имеющих работы, происходит только за счет их миграции за границу. Это печальная констатация, но вы сами это видите. Вывод очевиден. У молодого человека после 25 лет есть два шанса. Либо остаться здесь, не имея определенной деятельности, и вы видите, таких довольно много, либо, не желая оставаться здесь без работы, уехать за границу. В регионах страны, если вы видите, у нас нет роста новых рабочих мест. Наоборот, с 20 тысяч мы пришли к 16 тысячам рабочих мест среди молодежи старше 25 лет. Анализируя изменения численности населения за последние 10 лет, экономист отметил, что в 2014 году в Молдове насчитывалось 513 тысяч детей в возрасте до 14 лет. Сейчас их число сократилось почти на 100 тысяч. За последние 10 лет количество молодых людей в возрасте от 15 до 34 лет сократилось почти на 40%. Взрослое население в возрасте от 35 до 54 лет также сократилось более чем на 8%. И единственная категория населения, которая увеличилась, это люди в возрасте от 55 до 74 лет. За эти 10 лет в стране на 13% выросло количество пожилых людей предпенсионного и пенсионного возраста. Разваливающиеся здания почтового отделения с осыпающейся штукатуркой, а при входе в него рискуешь получить удар обвалившимся кирпичом по голове. Так выглядит почтовый офис в селе Воловица Сорокского района. Запах внутри невыносимый. Стены почернели от плесени, а в наиболее влажных местах пророс зелёный мох. Зимой условия здесь ещё хуже. Сотрудницы почтового отделения целый день приходится ходить в тёплой одежде и использовать обогреватель, потому что холод и сырость пробирают до костей. А снаружи здание похоже на заброшенный дом, будто после бомбардировки. Одним словом, антураж достойный фильма ужасов. Нужен ремонт. Я думаю, что нужно другое здание вообще-то для почты. То неудачное здание. Хотелось бы, чтобы стало лучше. Прежде всего, работающей здесь женщине зимой холодно. У неё даже воды нету. Хорошо было бы, чтобы она оставалась в селе и не уезжала отсюда. Женщина зимой сидит с обогревателем и полностью одета. И правительство этот вопрос решит. И как вы считаете, почему правительство не решает этот вопрос? Ну, не знаю. Никто не хочет. Все заметят это. Что именно? Что не выделяет бюджет, не дают людям нормально работать. Владелец здания говорит, что уже пять лет сдаёт его в аренду за три тысячи леев. По словам мужчины, можно обеспечить и лучшие условия, но тогда увеличится стоимость аренды. И почта Молдова не сможет платить эти деньги. Они не могут платить за аренду, а не то, чтобы платить за ремонт. Почему такая ситуация у нас в стране? И мы же стремимся в Европу. Потому что такая правительство. Условия плохие, но что делать? Другой нет. Денег нет, чтобы платить побольше. Мы могли бы устроить им и тепло, и всё. Но у них денег нет на это. И им и это много получается. Три тысячи в год это много. В отделении почты села Воловица трудится всего один сотрудник, который выполняет сразу несколько функций. Работающая здесь женщина и почтальон, и уборщица, и письма по селу разносит. И не только в этом селе. Почтовое отделение обслуживает ещё два населённых пункта – Руслановку и Александру Челмун. Так что работы у этой женщины хватает. Аналогичная ситуация и в селе Грибово Дрокиевского района. Здание почтового отделения, судя по вывеске, не ремонтировалось ещё с советских времён. Об этом свидетельствуют и условия, в которых приходится работать сотрудницы почты. Давайте я расскажу, как заболела и мне сделали операцию. Посмотрите, чем я греюсь всю зиму. Что это? Это обогреватель. Пожалуйста, это обогреватель, с помощью которого я греюсь. Скажите, а почта не отапливается гровами или ульями? Нет. Мы тепло одеваемся, больше ничего не можем сделать. Если нет света, мы не работаем, но всегда остаемся на почте. Это рабочее время и нам надо оставаться. Входная дверь едва держится на петлях. А когда наступает зима, холод пробирает до костей, делится женщина. Эта дверь здесь столько, сколько я работаю. Давно прошу её поменять. Поменяли, но она тоже ненадёжная. Сквозняк? Да. В этом году госпредприятие Почта Молдовы потратит свыше 600 тысяч леев на отопление почтовых отделений, которые зимой, как и раньше, отапливаются дровами или углём. Большая часть средств будет выделена для почтовых отделений, расположенных на севере страны, в Бельцах и Единицком районе. Так, для почтового центра в Единицах предусмотрено более 176 тысяч леев, а для почтового центра в Бельцах – около 145 тысяч. Эти средства пойдут на закупку дров. Временно исполняющая обязанности директор Бельской почты Наталья Севастьян отказалась с нами разговаривать. Она сказала, что не имеет права предоставлять нам какую-либо информацию без согласия кишинёвского руководства. И это в условиях, когда информация предоставляет общественный интерес. А зарплаты чиновникам выплачиваются из кармана граждан. Ведь мы делаем актуальные новости и не можем ждать реакции властей по несколько дней или недель. Журналисты Пятого канала направили запрос в Центральный офис госпредприятия Пошта Молдовии, чтобы получить информацию о состоянии почтовых отделений в стране и об условиях, в которых работают там люди. Мы также хотели получить информацию о бюджетах, выделяемых почтовым отделением по республике. Но пока ответа мы так и не получили. Тем временем в распространённом пресс-релизе представители Пошта Молдовии сообщили, что когда позволяет степень сложности, ремонт зданий и инженерных систем в почтовых отделениях осуществляется силами компании. Из общего числа почтовых отделений, расположенных в основном в сёлах, около 8% всё ещё используют твёрдое топливо для отопления, и компании анализируют возможность их подключения к газораспределительной системе. В госпредприятия Почта Молдовы работают около 4 тысяч человек. Всего в стране насчитывается... Столичная мэрия объявила о намерении внедрить сеть платных парковок и ввести систему абонементов для автолюбителей. Проект представили на общественной консультации 7 августа. В премарии подсчитали, что сегодня в Кишинёве 45 тысяч регламентированных, их 6 тысяч 200 нерегламентированных парковочных мест. 30 тысяч из общего числа — это уличные парковки. В проекте предусмотрено три типа парковочных мест, а именно платные общественные парковки, общественная автостоянка «Парк-н-Райт», платная частная парковка. Все они будут расположены в трех зонах столицы и предназначены, чтобы разгрузить центр Кишинёва от личных авто и мотивировать горожан использовать общественный транспорт. Первая зона будет охватывать исторический центр столицы, где особенно высок спрос на парковочные места. Во вторую зону входят центральные улицы, не относящиеся к исторической части, а также кварталы с повышенным спросом на места для парковки. Эта зона охватывает Буйканы, телецентр, Ботанику и Чиканы. В третью зону входят другие улицы или участки, не охваченные первой и второй зонами. Четвертая зона – это Кишинёвские пригороды. Предусмотрено, что максимальной будет стоимость парковки в историческом центре, минимальной – на второстепенных улицах вне центра. Так, например, час парковки будет варьировать от 5 до 20 лев в зависимости от зоны. Недельный абонемент будет стоить от 280 до 560 лев. На месяц – от 1200 до 2400 лев. На три месяца – от 3700 до 7200 лев. Плата за полгода может составить от 7200 до 14400 лев. А годовой абонемент на парковку обойдется жителям столицы минимум в 14500 или максимум в 28800 в зависимости от зоны. Предлагаемые расценки на парковку возмутили многих жителей и гостей столицы, с которыми побеседовала съемочная группа Пятого канала. Люди говорят, что для обычных граждан суммы неподъемные. Это дорого. И негде будет парковаться, во-первых. У них столько мест нет у них. Я не знаю, откуда они берут. Они, наверное, ночью снится все, днем и хотят реализовать. Абонемент, допустим, да, если в месяц взять, то абонемент, пускай будет 400 лев, но несколько там тысячи с чем-то, или несколько выдали. Я не знаю. У людей нету таких зарплат, чтобы они оплачивали стоянки, эти все парковки и так далее. Эти цены ихние – это очень-очень-очень высокие. Должны быть платами, но если мы не спалим, тогда цена была более-менее снижена. Мы платим налоги за дороги. Я думаю, что это должно быть включено, определенные условия для хранения автомобиля. Для нашей страны это очень большие деньги. Потянут, нет, я думаю, что будут там только дорогие бренды машин. Других не будет. Слишком дорого, и для обычного гражданина это уже неприемлемо, и абсолютно неподъемное, в особенности, что держит годовой, там где-то сколько, 20 тысяч в год. Это нереально, это невозможно. Другие граждане, с которыми мы побеседовали, говорят, что согласны платить за парковку. Однако за эту цену, по их словам, они должны получить не просто парковочные места, а полноценную безопасную стоянку. Смотря на что деньги эти пойдут, а вот это уже инфраструктурные инвестиции должны быть. Уже улучшение парковок, улучшение дорог и так далее. Я хочу заплатить так, чтобы моя машина была в безопасности, а не так, как я сейчас паркнулся, вот сейчас мне нужно работать. Я ее взял, припарковал и сам думаю, заденут меня, не заденут. Они должны нам обеспечить безопасность нашего имущества. Глава столичного управления транспорта Виталий Михалаки разъяснил для Пятого канала, что проект не предусматривает отдельные охраны парковочных мест. Исходя из того, что мы обустраиваем это место и даем возможность парковаться, мы не гарантируем сохранность. Будет установлено видеонаблюдение, я имею в виду в парковочных местах, где там есть АКЧС-контрол, проверки при въезде и при выезде. Там будет обязательно установлено видеонаблюдение. А уличные парковки, это, конечно, мы не можем дать какие-то гарантии. На вопрос, могут ли внутридворовые парковки стать платными, Виталий Михалаки ответил, что пока обсуждение касается только платных общественных парковок. Дворовые парковки, это будет следующий этап, который будет предложен и рассматриваться также детально и будет предложен к обсуждению со всеми кишиневцами для того, чтобы принять правильное и хорошее решение для города. Михалаки добавил, что оплату за пользование общественными парковками будут взимать в период с 8 утра до 6 вечера. Поэтому жители близлежащих домов смогут в вечернее и ночное время пользоваться ими бесплатно. Полностью бесплатными парковки будут только для людей с ограниченными возможностями, для экстренных служб во время работы и для автомобилей, обслуживающих торговые точки, которые смогут парковаться максимум на 30 минут на расстоянии не более 20 метров от магазина или аптеки. Глава управления транспорта добавил, что за нарушение правил парковки на колесо автомобиля будут крепить блокиратор, чтобы его снять, владелец должен будет вызывать специальную службу, которая должна приехать в течение трех часов. Вызов будут принимать только с 8 утра до 17.00. В свою очередь муниципальный советник Александр Одинцов назвал этот пункт проекта неосуществимым, так как правом штрафовать обладают только правоохранительные органы. Пока не будет законодатель, не распорядиться по-другому. То есть законодатель уберет это право, предоставит право притурам или вашему управлению, право констатировать нарушения в области неправильной парковки, тогда этот регламент будет законным. Поэтому я вам предлагаю не изменить этот регламент, убрать несоответствие с законодательством. Согласно проекту абонемент будет индивидуальным документом, не подлежащим передаче третьим лицам. Он будет содержать в себе серию и номер, дату выдачи, регистрационный номер транспортного средства, тип абонемента, срок действия и QR-код. В общей сложности абонементы будут продаваться максимум на 70% публичных мест, доступных для парковки. При этом абонемент не гарантирует наличие свободного места. Искать стоянку водитель будет сам. Владелец абонемента первой зоны сможет парковаться во всех трех зонах. Абонемент для второй зоны получит право на парковку во второй и третий. А владелец абонемента для третьей зоны будет ограничен только этой зоной. Разовую оплату за место и за абонемент сможет принимать администрация города напрямую или через партнеров, которые могут обеспечить прием платежа через банковскую карту на специальных паркоматах, через терминалы операторов по сбору платежей, при помощи различных электронных сервисов и специальные мобильные приложения. Авторы проекта подчеркнули, что после общественных обсуждений в регламент будут внесены изменения. А после проект будет представлен на экспертизу профильных специалистов Центра по борьбе с коррупцией, Минюсты, Минфины и других министерств. После чего ориентировочно в первых числах сентября документ будет представлен на обсуждение и утверждение муниципальным советом Кишинева. В Аргееве продолжаются работы по модернизации городской инфраструктуры. В микрорайоне Нордик на улице Ион и Якира завершена укладка нового дорожного полотна. Здесь заменили бордюры, отремонтировали тротуары, обновили и обустроили подъезды к домам. Появилась современная парковка. Этот проект является частью широкомасштабного плана, инициированного почетным примаром Аргеева Илоном Шором по восстановлению всех городских улиц, включая второстепенные. Местные жители рады, что их город благодаря этому проекту преображается. Дороги у нас стали очень хорошие, мы рады. Аргеев развивается и везде становится красиво, и молодежи это очень нравится. Спасибо большое за заботу о людях. Вообще стало даже как-то культурнее. Тут и настроение поднимается, и как-то само внушение другое, что что-то действительно можно сделать. Очень красивый город стал, дороги хорошие у нас. Это по сравнению, как раньше было. Сейчас в сто раз лучше. Мы довольны. У нас все дороги, все хорошо у нас. Чистота в городе. Самое главное, город у нас очень чистый. Примар Аргеева Татьяна Кочу отметила, что все инфраструктурные проекты в муниципе обязательно будут завершены. Город станет примером и образцом для других городов страны. Сегодня у нас праздник вновь сдается в эксплуатацию, новый инфраструктурный проект. Мы этим очень гордимся, потому что инфраструктурные проекты всегда были приоритетом для команды Илона Шора, особенно здесь, в Аргееве. Мы каждый раз с радостью выполняем свою миссию и делаем это в том числе для того, чтобы Аргеев был полностью заасфальтирован. Депутат парламентской группы Победы, Марина Таубер, присутствовавшая на церемонии открытия отремонтированной дороги, отметила, что благодаря реализации подобных проектов, жизнь жителей Аргеева становится лучше. Дорогие друзья, сегодня мы на очередном открытии. Мы находимся в очень интересном и важном районе, потому что именно здесь стартовал проект социального жилья, когда каждый аргеевец сможет стать владельцем собственного дома. Это абсолютно уникальный проект. Для Молдовы мы надеемся, что он получит дальнейшее развитие и в Аргееве, и в других населенных пунктах. Почетный премар муниципи Илон Шора обратился к жителям по видеосвязи, подчеркнув важность модернизации инфраструктуры Аргеевой и заверив, что работы по восстановлению улиц будут продолжены. Каждую неделю у нас открытие за открытием. В Аргееве мы доказываем, как и во всех остальных регионах, где мы управляем, что слово «европейские дороги» неправильно. Можно сказать «молдавские дороги». Они будут тоже красивые, новые, ухоженные, качественные. Поэтому мы строим классную новую молдавскую инфраструктуру. Организаторы мероприятия приготовили для собравшихся жителей множество сюрпризов, в том числе развлечения для детей с аниматорами и концерт. Напомним, ремонт дороги по улице Иона Якира стал частью масштабной программы по реконструкции инфраструктуры Республики Молдова, которую ранее запустил политик Илон Шор. В рамках этого проекта уже было отремонтировано более ста дворов и десятки дорог, как центральных, так и второстепенных. В Аргееве и в Аргеевском районе. Программа полноценно реализуется в Тараклии и в Кишиневе. В ближайшее время будет запущена и в Бельцах. За первое полугодие в Республике Молдова было зарегистрировано 266 возгораний на мусорных свалках общей площадью 50 с лишним гектаров. По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, большинство пожаров зарегистрировано в селах в центральной части страны. В Еловенах 32 случая, в Страшенах 26, в Ханчештах 18 случаев и в Аргееве 16. Максимальная площадь поражения в 10 гектаров в результате возгорания отходов была зафиксирована на свалке в населенном пункте Скаены Дандюшанского района. Чтобы предотвратить возгорание на мусорках, гражданам рекомендуется не бросать спички, окурки и избегать любого поведения, которое могло бы спровоцировать пожар. В июле, по данным ГИЧС, в селе Сылкуца Каушанского района и в Скаенах Дандюшанского района местный житель намеренно поджег свалку. Его впоследствии нашли и оштрафовали на 15 тысяч леев. Еще одна бронзовая медаль для Молдовы. Канаист Сергей Тарновский занял третье место на Олимпийских играх в Париже на дистанцию 1000 метров с результатом 3 минуты 44 секунды и 68 сотых. На прошлой Олимпиаде в Токио Сергей Тарновский также выиграл бронзовую награду. А вот молдавские канаистки Данила Кочу и Мария Эларашу заняли седьмое место на Олимпийских играх. Они показали время минута 56 секунд 96 сотых в финале на дистанции 500 метров двойки. На прошлой Олимпиаде в Токио воспитанницы Виктора Ренийского также заняли седьмое место. Тем временем борец из Молдовы Анастасия Никита всего в одном шаге от того, чтобы войти в историю как олимпийская чемпионка. В пятницу вечером в 21.35 она встретится с японкой Сакурай Цугуми в поединке, который решит, приедет в Молдову золотая или серебряная медаль с Олимпиады в Париже. Анастасия уже продемонстрировала выдающееся выступление, победив четверг китаянку Хунгэ Синь и обеспечив тем самым себе место в олимпийском финале. Тренирует ее муж. Таким образом, Молдове уже гарантирована четвертая медаль на этих масштабных спортивных соревнованиях. Каким бы ни был результат, наша спортсменка уже войдет в историю, став первой женщиной из Республики Молдова, завоевавшей олимпийскую медаль, подчеркивает председатель Ассоциации спортивной прессы Молдовы в своей публикации в Фейсбуке. Это значительное достижение дополнит копилку наград спортсменки. Она имеет титул победителя чемпионата мира в борьбе в категорию до 59 килограммов, завоеванной в 2022 году в Белграде. В ее активе также три золотые медали на чемпионатах Европы по борьбе в этой же категории. Анастасия Никита также представляла Молдову на летних олимпийских играх в 2020 году в Токио, продемонстрировав свой впечатляющий потенциал для выступлений на самом высоком уровне. Отметим, что молдавские спортсмены, вернувшиеся с медалями с Олимпийских игр или занявшие призовые места, получат от 2 до 3 миллионов леев в зависимости от их позиции в рейтинге. Вознаграждение получат также их тренеры и врачи, обслуживающие национальную сборную. С начала соревнований в этом году в Париже Молдова уже завоевала две бронзовые медали. Награды у дзюдоистов Одила Османова и Дениса Виеру. Продолжение следует...